здравствуйте друзья я тут наткнулся на удивительный по содержанию материал на странице сайта немецкая волна дойче вэлы на английском языке вот я читаю и статья там была которая собственно рассказывала о состоянии рынка труда в соединенных штатах дело в том что прошлый месяц был очень удачным и создалась 300 тысяч рабочих мест новых и в общем неплохо как бы да то есть вот с начала года в среднем создается по 250 тысяч в месяц это считай там 3 миллиона за год ну хорошо снижается безработица там что-то 5 8 процента такого плана ну и собственно вот и и весь то материал но там дальше была ссылочка там было написано еще на эту тему ну я иду еще на эту тему читать и вот на том же сайте значит этого дойче вэлла корреспондент из нью-йорка некий там человек он значит пошел на тему безработицы беседовать с разной профессорой но профессора это как бы люди особые то есть они с одной стороны много знают с другой стороны интерпретирует специфически потому что живут в определенном мире эти то есть вы не можете скажем профессора сделать там президентом или министром чего-то все таки там надо как бы с практическими вещами дело иметь а тут теория но не суть профессора тоже с ними интересно поговорить значит вот профессора этому парню говорят что вся эта статистика дутая что все это неправда что все это вообще не отражает реальности потому что речь идет только о том что вот есть люди которые ищут работу а есть люди которые не ищут работу они тоже должны были бы по справедливости являться частью статистики и вот значит дальше начинается выяснение кто же эти люди которые не ищут работу но вот по-честному надо было бы их тоже включить значит не ищут работу военнослужащие эти вот сейчас добавить там всех военнослужащих они не ищут работу кроме того не ищут работу но не являются работающими студенты они гаджда а там еще конечно у нас самая большая в мире значит там армия чуть ли я не знаю неужели у нас но но неважно общем короче вот у нас много солдат и у нас много еще студентов фулл-тайм у нас больше всего студентов фулл-тайм в мире и вот эти люди там не знаю сотни тысяч может быть миллионы студентов фулл-тайм не учтены понимаете хотя мы знаем что многие из них на самом деле подрабатывают там портами среди студентов очень принято чуток подрабатывать но не суть вот значит еще и этих не учили и дальше там еще значит показывают несколько человек которых на улице с ними как бы беседует там и так далее и вот там женщина одна она несколько лет не работала в нью-йорке знаете в нью-йорке а сейчас наработает тот как бы получает немного и в общем она недовольна она хотела бы больше там и так далее и показывать еще одного пишут так что вообще сейчас в нью-йорке вот например очень много афроамериканцев это еще и там дискриминации афроамериканцев в возрасте 34-35 лет которые вообще никогда в жизни не работали они они не теряли работу они просто не работали никогда в жизни и вот что-то такое наверное надо бы их тоже по-честному включить в статистику там он им пломинта и так далее я думаю все таки это о профессора у нас классная вот что-то вот не хватает им что-то не хватает а чё надо я даже не знаю что чтобы такого сделать то чтобы профессора довольны было но я я лично считаю что если человек например не может найти работу то он должен быть частью статистики если он ее не ищет то как бы ну может пойдет может он поищет пойдет если поищет такой станет частью статистики если не ищет чего я хочу если которые как бы я знаю масса народу которые не работают и не собираются и там на очереди стоят или там не знаю о чем он еще это какой-то малый бизнес по туда сколько на миллиона народа было бы которые малый бизнес в они тоже работу не ищут так что интересно вот ну то есть есть люди консервативные есть люди либеральные а есть люди как бы сказать ну не вполне нормальные что ли так скажем вот с той стороны и с этой вот мы такой пример интересный меня как бы сказать правильное слово какое-то привело в изумление вот это вот все я я честного давно такого не читал но вот прочитал и с вами делюсь счастливо а